Привет всем! Короче, ребята, хочу коротко рассказать об одном случае. Думаю, что многие, кто ездит на современных машинах с двигателями 4, 5, 6 поколения, найдут в этом истории полезную и поучительную. Били у меня пропуски в цилиндрах. Подозревал, что с большой вероятностью двигатель подсасывал лишний воздух. После осмотра двигателя было мною выявлено, что имеются следы масла около вакуум насоса на головке и было очевидно, что прокладку нужно было заменить. Любой подтек масла может говорить о том, что в картерном отсеке может попасть лишний воздух. Из-за этого ЭБУ переводит двигатель в аварийном режиме и начинаются пропуски в цилиндрах. Также были следы под двигателя на стыке коробки передач и двигателя. Этот говорил также о том, что нужно было снять коробку и заменить задний санник коленчатого вала. Из-за этого тоже может попасть в картерном отсеке лишний воздух. Мастера предупредили, что подтек масла внизу под двигателя около коробки может причиной не заднего сальника коленчатого вала, а из-за прокладки вакуум насоса, откуда по течении масло стекло внизу под двигателя. Также подозревал крышку, кожух ГРМ, где тоже были сверху следы запотевания маслом и было заметно, что крышка изогнута. Потом, после замены, оказалось, что внизу крышки, которую не было видно, более трудное положение. Там заметны были следы подтека масла. Начал я эпопею борьбы с пропусками в цилиндрах заменой прокладки вакуум насоса. После замены промил все тут керхелом, чтобы старые следы масла исчезли. Промил также тут внизу двигатель. Проходит несколько дней. Проверяю. Следы масла около вакуум насоса нет. Но следы масла внизу двигателя были. Попросил мастерам снять коробку и заменить садный санник. Но мастера посоветовали не торопиться. Снять коробку, дорогой ремонт и есть вариант, что задний сальник тут ни при чем. Снова промили нижнюю часть двигателя. Прошло еще около недели. Следы масла под двигателя снова появились. И троение не исчезло. Принял решение снять коробку передач и заменить задний сальник. Мастера уже не стали сопротивляться. Соменили сальник правого уплотнительного привода на коробке передач. Был замут на масляные следы от коробки. Когда сняли коробку, оказалось, что внутри все чисто и с задним сальником было все в порядке. Масло, которое появилось снизу двигателя, пили остатки масла, который раньше вытыкал из прокладки вакуум-насоса. И остались внутри стыка коробки и двигателя. Собрали все обратно. Единственное, что утешал, это было то, что теперь я знал. Садный сальник коленчатого вала ни при чем в пропусках сожиганий в цилиндрах. И не виновник. После этого было принято решение заменить крышку ГРМ. Потому что пропуски все-таки были. Есть об этом видео у меня. И ссылку оставлю ниже в описании тут. После замены этой пластмассовой крышки, постоянные пропуски в втором, третьем, четвертых цилиндрах на холодном пропали. Но иногда в третьем цилиндрах пропуски все-таки были. Ввеличили трубку маслоотделителя, который уходит в турбины. Там тоже были заметны следы масла. Согерметировали. И после этого уже несколько недель все в порядке. Если кто-то хочет углубиться в теории, почему при подсосе воздуха в цилиндрах возникают пропуски, есть про это у меня короткое видео. И ссылку оставлю ниже в описании тут. Ну вот так и закончится моя эпопея в парке с пропусками в цилиндрах. Если для кого-то в этом истории было что-то полезное, прошу подписаться на канал и просто поделиться и комментировать. Чем больше видео вы посмотрите на нашем канале и примете участие в обсуждениях, поделитесь и так далее, тем быстрее будет развиваться наш канал и тем больше мотивации будет у меня публиковать интересные и полезные материалы. Спасибо всем за внимание.